Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы никогда ничего не пропустите из того, что происходит в нашей игре. Знаете почему? Потому что я снимаю обзоры на всё, что в этой игре происходит. И если вы хотите ничего не пропускать, обязательно подписывайтесь на этот канал. Ну а в этом видео, ребят, мы с вами покрутим рулетку на одни из самых любимых мною контейнеров. Это контейнеры Огромный Сюрприз. Контейнеры действительно очень крутые, потому что шансы выпадения одного из танков действительно очень велики. Открывая данный контейнер, как многие из вас знают, вы получаете себе контейнер на какую-то машину, допустим, на крушителя. И с вероятностью 20% вы забираете крушака из этого контейнера. Но если вам не повезёт, то получаете себе золото с вероятностью 80%. Короче говоря, можно сказать практически беспроигрышный вариант. Вопрос только в том, за сколько золота вы получите себе этот контейнер. И данная рулетка реально очень дорогая. Здесь просто огромное количество прокрутов. 51. И все эти 51 прокрут обойдутся вам в 75 с половиной тысяч голды. Что такое 75 с половиной тысяч золота? Это покупка приблизительно трёх десяток в составе крутого набора. Да плюс ещё сдача останется и можно будет купить себе как минимум какой-нибудь наборчик из двух восьмёрочек. Поэтому стоит задуматься на предмет того, а стоит ли крутить данную рулетку до конца. В отношении шансов выпадения. Что меня порадовало? Меня порадовало то, что мега-контейнеры, мистический контейнер, контейнер собери их все, имеют плюс-минус одинаковые шансы по выпадению. То есть такая себе интрига будет всё-таки присутствовать. Но при этом всём разработчики накинули сюда просто огромное количество, ну просто бешено нелюбимых мною контейнеров в песочницу. Причём вероятность выпадений 19% на 3 контейнера и на 10 контейнеров выпадения 12%. Короче говоря, шансы выпадения вот этих контейнеров, ну существенно отстают от песочных. Ну а в отношении главной награды, как вы видите, шансы выпадения начинаются постоянно с нуля и в конце вы получаете 5 контейнеров с вероятностью 0,05. Короче говоря, окупиться в данной рулетке будет очень сложно. Поэтому в целом я бы сказал, что это потенциальный голдосос. Ну и в отношении того, буду ли крутить до конца данную рулетку, сомневаюсь. И напишите в комментариях откровенно, перед тем, как писать мне о том, что я жлобяра И не хочу крутить рулетки до конца, а слили бы вы своих 75 тысяч голды, на которые вы задонатили для того, чтобы просто покрутить рулетку и набраться отсюда всякого рода бустеров. Ну что, начинаем крутить, поехали. Я не собираюсь существенно в минус уходить, но при этом всё, у меня как минимум задача получить несколько контейнеров, собери их все и мега контейнеров. Почему так? Потому что у меня есть талисманы на голду, и если я их дособираю, то, соответственно, хоть какое-то золото назад вернётся. Из первого контейнера песочного забираем себе первую тачку. И это у нас будет второго уровня машина. Сколько за неё компенсация? Так, сейчас, секунду. Ради интереса. Так, ну это в самый низ надо пойти. Компенсация 25 золотых монет. Короче говоря, немножко не окупился. Ладно, едем дальше. Буду просто скипать, потому что контейнеры в песочницу меня вообще не радуют. Уж тем более присутствуем в данной рулетке. 250 голды. Мне просто интересно, будут ли выпадать вообще, в принципе, контейнеры. Собери их все, мега мистические. Ну, выпадают. Выпадают, ребят. Слушайте, по одному, но падают. И по талисманам, как видите, одного талисманчика мне не хватает для того, чтобы тысячу голды назад себе вернуть. 350 золотом. Что самое интересное, что в прокруте данной рулетки ценник постоянно поднимается, причем существенно. По несколько сотен сразу голды, цена возрастает. 10 контейнеров. Я не думаю, что здесь что-то будет, потому что по статистике, ту, которую я подбивал, получилось так, что приблизительно где-то на 20 контейнеров в песочницу припадает один сертификат. Ну и в целом никогда это дело не окупается. Ну, оно потенциально окупиться не может. Просто окупитесь только в случае, если вы коллекционер, и вам выпадет какой-нибудь танчик, которого ранее в коллекции у вас не было. Ну и вы, соответственно, порадуетесь этому факту. 450 золота. Ну, давай, мега контейнер. Да, ничего себе. Два мистика. Дошел, кстати, ребят, недавно до контейнера третьего уровня мистического. И знаете, что получил? Да, все правильно. Получил себе немножечко свободки. Открываем за 550. Скипнул случайно в мистический контейнер. В любом случае откроем его. Может отлежиться и там что-нибудь прибавится в этом контейнере. Бог его знает. Ну, а если выпадут еще раз мистики, то тогда откроем все вместе. Что получаю? Получаю 1000 голды. Дособирал талисманы. То есть, в целом, можно сказать, вернулся практически к отправной точке. То, с чего начинал. Все. Пока результатов никаких нет. Но, слава богу, там в пределах разумного нахожусь. 600 золота. 600 голды. В песочницу. Нет? Мистике. Ну, нормально. Тогда откроем тот мистик, который я скипнул случайно. Что у нас здесь? Сколько талисманов надо? Дофига. Открываем. Ну, давай мистический. Но. Забираю серебра. 50 тысяч, блин. Мама моя дорогая. Вот это я понимаю. Вот это прибыль пошла. Что-то, по-моему, день у меня сегодня не задался. 650 голды. Но. Еще два мистических. Ну, зараза, дай сертификат. Ну. Ну, жмется. Жмется рулетка. Ничего нормально не выдает. Реально. Вот. Ну, это. Это даже не смешно. Я бы, допустим, за ту сумму голды, которую я сейчас потратил на прокрут, я бы вот эти игровые ценности, выпавшие из контейнера, себе в жизни бы не взял. Ну. Они просто того не стоят. Три контейнера в песочницу. Как же я радовался, когда они появились, и как я разочаровался, когда я понял, что это такое. 750 голды. Еще три контейнера. За 750 золота я покупаю три контейнера в песочницу, блин. Я в трансе. Нет, я знал. Я знал, что это потенциальный голдосос, как я говорил. Но, блин. Ребят, не настолько же. Ну, можно ж было бы дать хоть что-нибудь. Офигенно. Просто офигенно. 850 золота. Еще один мистик. Открываем. Да чтоб тебя. Ой-ой-ой. 875 золота. Ну, наконец-то. Два мега-контейнера. Открываем мега-конт номер раз. И что у меня по талисманам? 300 золота вернулось, ребята! Поднялся. Вот, как видите, одного талисмана не хватает. Как раз сейчас я его получу. И на этом, ребят, я успокаиваюсь. Ну, серьезно. Я не вижу абсолютно никакого смысла дальше крутить данную рулеточку. ВЗ-111-5А. Наконец-то! Наконец-то! В моем случае компенсация. В вашем случае, если у вас ее не было, то получение себе десятки. Ну, окей. Хорошо, вопросов нет. Плюс 1350 по полученным талисманам. Забираем все это дело. Забираем. Ну, и смотрим на мою копилку. 365 тысяч. То есть, я нахожусь в неплохом плюсике. И знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас остановлюсь. По одной простой причине. Потому что лучше находиться в плюсе, чем опять уйти в минус. Я дошел до 13-го прокрута из 51-го. И как я говорил, идти до конца я не вижу абсолютно никакого смысла. Я лучше в магазине просто возьму и куплю себе танк, который меня интересует. Ребят, если вы выходите в плюс, лучше умейте вовремя остановиться. А еще ставьте обязательно себе рубежи, до которых вы планируете дойти. Ну и, соответственно, дойдя до них, не рискуйте. И не идите дальше. В моем случае, сейчас посмотрим на шансы. С высокой долей вероятности мне могут падать отсюда типа мега-контейнеры, мистические контейнеры, контейнеры. Собери их все. Но при этом всем я больше чем уверен, что будут падать контейнеры в песочницу. Хотя шансы на них типа меньше. Ну, куда меньше. 10 контейнеров с вероятностью 14%. Это вероятность выпадения тех же самых мистических контейнеров. Только здесь будет один мистик, а тут прям 10 фуфлыжных в песочницу. Вышел в плюс. Да и слава богу, чего и вам желаю. Пишите свое мнение по поводу данной рулетки. Ну, а я пошел снимать абсолютно честный обзор на что-нибудь другое, что разработчики предложат. Хотите не пропустить, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.